Привет всем любителям физики и физических экспериментов. С вами Андрей Щетников. На днях мы провели семинар для участников и тренеров команд турнира юных физиков. И на этом семинаре обсудили две задачки текущего сезона. И как оно часто бывает, задачки оказались гораздо более интересными, чем я о них думал предварительно до семинара. Об одной из этих задач я хочу с вами сегодня поговорить. Оформулируется она довольно просто. Имеется стаканчик, обтянутый резинкой. Здесь использовано просто кусочек резины от надувного воздушного шарика. И на эту мембрану бросается шарик. Так что он на ней подпрыгивает, ну и издает звуки. Получается такой барабанчик. И вот эти звуки, это явление и предлагается исследовать в задаче. Ну и понятно, что естественно начать с того, что записать этот звук и посмотреть на него в какой-нибудь программе. Я буду использовать программу Udacity. Посмотреть как он выглядит и в волновом и в спектральном представлении. И вот мы видим записанную звуковую дорожку. Это отдельный удар и звук успевает затухнуть к тому моменту, когда шарик снова ударяет по мембране. Ну и конечно хочется посмотреть на это хозяйство с большим разрешением. Ну давайте я какие-нибудь три удара выделю и разверну их на весь экран. Ну и тут мы видим нечто любопытное. Как будто каждый удар состоит из двух всплесков. Первый и второй. Ну а потом задухание. И будет хорошо посмотреть на это дело и в спектрограмме тоже, чтобы одновременно видеть оба представления. Ну и вот мы видим всплеск первого удара, всплеск второго удара. А потом некие спектральные линии, которые продолжаются до следующего столкновения шарика с мембраной. Ну и хочется все это дело проинтерпретировать. Откуда здесь берутся два удара, когда шарик вроде бы ударяется с мембраной только один раз? И в результате возникшей дискуссии мы пришли к следующему объяснению. По-видимому дела обстоят так. Вот шарик летит к мембране, она пока что покоится. И в какой-то момент шарик соприкасается с мембраной, она испытывает большое ускорение, приводится резко в движение шариком. Ну это же ускорение испытывают и прилегающие к мембране слои воздуха, и дальше по воздуху бежит звуковая волна, которая достигает микрофона и наших ушей. Потом шарик прогибает мембрану, мембрана распрямляется, и вот в какой-то момент шарик снова отлетает от нее. И когда он от нее отлетает, мембрана снова испытывает заметное существенное ускорение. Тогда возникает второй звуковой всплеск. И на звуковой дорожке мы видели, что эти два всплеска отделены интервалом времени в 0,02 секунды. Ну мы взяли, засняли соударение шарика с мембраной на скоростную камеру, посмотрели по кадрам и увидели, что действительно соприкосновение шарика, вот этот вот, от начального соприкосновения до отскока, это интервал времени, действительно составляет 0,02 секунды. Так что наше объяснение выглядит весьма и весьма правдоподобным. Ну и смотрите, что там происходит с мембраной в процессе ее соударения шариком. Это все, конечно, очень сложно, и пронаблюдать экспериментально мы тоже не сможем. Но зато мы сможем поговорить о том, что происходит с мембраной, когда шарик от нее отскочил. Потому что дальше ее колебания представляют собой суперпозицию собственных колебаний, которые прекрасно изучены, описаны в любом учебнике. И вот мы их видим здесь на картинке. В первом ряду колебания, которые обладают осевой симметрией. Ну самое медленное, вот оно такое, вниз опускается, вверх поднимается целиком мембрана. В следующем у нас, когда серединка мембраны поднята вверх, края опускаются вниз. В следующем волна становится еще короче. Во втором ряду такие же, но уже дипольные колебания. В следующем квадрупольные. Ну есть, конечно, и следующие порядки, и следующие номера колебаний в этих рядах. Ну здесь показаны те, которые обладают наименьшими частотами. И мы можем теперь взять и изучить, что там происходит после отскока. Для этого надо бросить шарик на мембрану, поймать его и записать звук мембраны при таком одиночном столкновении, что там будет после удара. И вот что у нас получилось. Здесь мы видим две характерные спектральные линии на частотах примерно 500 Гц и, наверное, 700, которые звучат очень-очень долго, когда все остальные спектральные линии уже гаснут. Конечно, это собственные колебания мембраны, а что же еще? Ну, а чтобы аккуратно померить эти частоты, можно еще вот так сделать. Выделить их где-нибудь, где они хорошо просматриваются и попросить в анализе выдать график спектра. Ну и вот мы видим самую громкую линию. У нее частота 524 Гц, а у второй линии, которая повыше, 749, ну в общем 750. Ну и тут я, конечно, уже готов поверить, что 525 Гц это первая мода, 750 это вторая мода, причем это моды центрально симметричные, раз я шариком старался попасть в самую середину мембраны. Но только по теории частоты этих мод должны различаться в 2,3 раза, а у нас тут различия всего лишь в полтора раза. Ну, задаешься вопросом, почему так, и понимаешь, что вообще-то мембрана, которая там в теории рассматривается, она колеблется в пустоте, а у нас вообще говорят, тут еще воздух есть в стакане и наружу. Ну и вот я эту мембрану обвел ручкой и снял и обрезал то, что было на стакане. Давайте мы ее взвесим. И ее вес получается равным 0,19 грамма, ну в общем 0,2. А если посчитать объем воздуха в этом стакане, то получается где-то 0,2 литра, ну и в общем чуть больше, поскольку литр это 1,3 грамма, значит масса воздуха, а здесь 0,2, ну где-то там 0,25 или чуть больше даже грамма. Так что масса воздуха внутри стакана сравнима с массой мембраны. И я так понимаю, что когда мембрана колеблется, она, во-первых, воздух приводит в движение, и тот, который под ней, и тот, который над ней, вблизи от нее. Ну а кроме того еще этот воздух выступает в качестве пружины, причем это особенно характерно для основной моды, потому что все остальные они вот так колеблются, ну и присоединенная масса воздуха меньше, а объем воздуха в стакане при такого рода колебаниях вообще не меняется. А для основной моды, вот это вверх-вниз, влияние воздуха на частоты должно быть весьма существенно. Но я не буду дальше в эту сторону сильно ходить, вот как раз пусть с этим разбираются юные физики турнира, там вообще много с чем еще есть разбираться, а я отойду в сторону и сделаю один опыт, но уже не со стаканом, а с трубкой, затянутой мембраной. Ну и вот моя трубка, даже не трубка, а труба у нее длина 133 сантиметра, и я ее затянул мембраной с одной стороны, пощелкаю по мембране ногтем. Ну и вот спрашивается, а что здесь звучит? Мембрана или столб воздуха внутри трубы? Изменится ли этот звук, если я изменю натяжение мембраны? И как он изменится, если я еще увеличу длину трубы, сделаю ее очень большой? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе.